Эй, йоу, всем привет, с вами я, Рома, и сегодня 10 марта, тот самый день, когда движок сможет попробовать каждый из вас. И сегодня я покажу вам, как всё это дело установить, обсудим в целом, как идёт открытое бета-тестирование, и поймём, сколько времени осталось до полноценного выпуска нового движка. А играю я, как ты уже понял, в BlackRush, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры, без вирусов и багов. Залетай на 11-й сервер Индиго, и при регистрации на этом сервере вводи мой ник, Роман Виндета, и лучший промокод на сервере, хэштег Виндета, за который теперь, напоминаю, ты получишь скин скелетона BMW F90 и золотую випку на 12 часов. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем, погнали! Итак, сегодня в 2 часа по московскому времени разработчики, как и обещали, выдали доступ к новому движку абсолютно всем желающим игрокам в ходе открытого бета-тестирования игры. Чтобы скачать движок, вам достаточно перейти по первой ссылочке в описании под этим видео, далее выйти в главное меню, нажав на логотип, и нажать «Начать играть». И тут вы уже можете спокойно загрузить клиент нового движка. Устанавливаем его, как другое любое приложение, и заходим в сам клиент. Все, что осталось сделать, это написать ваш никнейм и нажать «Играть», после чего начнется загрузка самой игры, и весит на данный момент игра на новом движке около 2 гигабайт. Скачивание у меня лично заняло около 15 минут, и вот я уже зашел. Тут можете сами поиграться с настройками, посмотреть на новую графику, новые тени, отражения и эффекты. А что самое важное вы можете сделать, это, конечно же, протестировать этот новый софт, и при появлении каких-либо багов на той же странице, вы можете заполнить специальную форму и помочь разработчикам устранить недоработки, ведь это 3D-игра с открытым миром на ваших телефонах. Представляете, сколько тут нужно учесть мелочей, чтобы всё было идеально. Именно для этого и проводится ОБТ. Чтобы движок вышел быстрее, наша задача как игроков как можно больше попробовать различных систем работы функций, и при обнаружении багов сразу заполнять форму, чтобы разработчики это взяли на заметку и тут же исправили. Но нет смысла в форме писать, например, то, что я утонул в воде, ведь плавание попросту ещё не завезли на новый движок, как и множество других функций, которые также указаны в форме при подаче заявки для исправления багов и ошибок. А в целом у меня на моём Poco X3 Pro вполне стабильно и с лучшей графикой и эффектами идёт игра, и фризы напрочь отсутствуют. Разработчики предполагают, что ОБТ продлится около нескольких месяцев перед официальным релизом игры в плеймаркете для всех и, конечно же, выпуском на долгожданную платформу яблокофонов. Давайте все вместе поможем новому движку «Дать жизнь» выйти на новый уровень нашей любимой игре, в которой многие из вас провели сотни, а то и тысячи часов. Что же будет происходить на следующих этапах? Тоже очень важно обсудить этот момент. Разработчики устранят все возможные баги с текущим доступным функционалом и далее постепенно будут добавлять всё новые функции того же плавания, голосового чата, анимации, вида от первого лица и других, которые, соответственно, уже есть на старом движке, и с каждым разом новая версия будет всё играбельнее и стабильнее. Это всё, что стоит знать на данный момент о новом движке, чтобы начать свою игру уже в обновлённой версии. Я надеюсь, что помог вам с установкой, просветил вас все возможные информации, и теперь вы знаете всё, что нужно для данного тестирования. На этом всё. Если тебе понравилось видео, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. А также напиши в комментариях, как тебе новый движок, ведь я надеюсь, ты уже его попробовал или попробуешь прямо сейчас. Другие интересные видео вы можете посмотреть в конечной заставке, поэтому не прощаюсь. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok